Добрый вечер, в эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Мы продолжаем обсуждать начатую в новостях тему трагедию в Иркутске. Уже 55 человек погибли в результате употребления спирта, содержащей на стойке «Боярышник». Итак, сегодня гости в студии Александр Растрыгин, первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и психиатр-нарколог Андрей Петрученя. Добрый вечер. Добрый. Александр Юрьевич, первый вопрос к вам. Ровно год назад такая же ситуация, похожая, была в Красноярске. В чем принципиальное отличие, есть ли оно у этих трагедий, ну, кроме того, что в нашем случае это был некачественный виски, а здесь лосьон и жертв гораздо больше? Общее, конечно, есть у этих историй трагических. Это незаконный оборот суррогата, который как раз-таки и повлек многочисленные человеческие жертвы. Но велика и существенная разница. В первом случае мотивом таких действий наших пострадавших было купить за какие-то минимальные средства элитный алкоголь, даже допуская, что это не настоящий элитный алкоголь. Во втором случае совершенно осознанное приобретение не пищевого продукта, получая примерно тот же эффект. То есть пути к трагической цели разные, но основа одна. А как вы думаете, почему та ситуация, которая тоже прогремела на всю страну, почему она никого не научила и всё повторяется в ещё большем масштабе? Ольга, ну вот как раз-таки в том и заключается причина в том, что в течение года принимались меры к предотвращению ситуации, которая была связана с фальшивым виски. И было желание не допустить оборот виски, не допустить смерти от фальшивого виски впредь. Но вот про боярышник никто не подумал. Наверное, как раз-таки здесь и имеет место ситуация, которая в народе называется «Гром грянул». Ну, придётся теперь креститься. Хотя, знаете, в наших новостях где-то полгода назад как раз был сюжет про боярышник, ну или про какие-то настойки, вот эти косметические лосьоны, которые продавали в автомате у нас на правобережье. Вопрос врачу, почему, вот Андрей, даже зная, что это опасно для жизни, люди пить продолжают? Ну, первая причина – это, разумеется, дешевизна данной продукции. Причина номер два – это, естественно, запрет на продажу спиртсодержащих препаратов после 23.00. Соответственно, можно сказать, это подталкивает некоторых людей. Причина номер три – это довольно широкое распространение метилового же спирта. Но вот они знают, что могут умереть. Почему не боятся? Я думаю, надеяться на русская ось, которая в данном конкретном случае не сработает. Ну вот хорошо, сама настойка боярышника, я так понимаю, она не опасна. Ну, по той рецептуре, которая указана на этикетке. А если, ну там написано 20-30 капель несколько раз в день до еды, или там втирать ватным диском в кожу лица. Если выпить, например, ту же бутылочку, там, поскольку они расфасованы, что будет с этиловым спиртом, я имею в виду? Воздействие на организм любого из спирта во всех подобных спиртсодержащих препаратах чаще всего больше губительное. Изначально у боярышника свои чутко определенные цели, и пить его бутыльками вообще не рекомендуется. Ну, там вместо этилового оказался метиловый спирт. В этом же причина отравления, что слизкие, что... Разумеется, этиловый спирт от метилового, они на взгляд... А как он вообще туда попадает? Почему его заменяют? Ну, если вопрос ко мне, я сразу оговорюсь, что с причинами и обстоятельствами трагедии разбираются наши коллеги в Иркутске, и еще предстоит дать оценку, откуда это поступило, как это поступило, я могу сказать только на практике. Расследование нашего уголовного дела. И ситуация, она была непростая. Это не значит, что в 10 бутылок поместили метиловый спирт, а в 150 не поместили. В той или иной концентрации метиловый спирт находится даже в легальной алкогольной продукции. И все зависит от того, насколько эта концентрация велика. Так вот, когда продукция производится в кустарных условиях, неконтролируемых условиях, без соблюдения технических регламентов, то никто не гарантирует, что метиловый спирт будет в такой концентрации, которая является смертельной. Поэтому надо бороться с нелегальщиной, а не с тем, сколько этого метила будет в конкретной бутылке. Но тем не менее, а какова смертельная доза? Вообще необратимые изменения идут от 20-30 мл. Максимальная токсическая доза уже 100 мл. То есть после нее... Шанс выжить есть? Если принимать экстренные меры, шанс всегда есть. А в чем главная опасность для таких пациентов, которые к вам поступают? Как часто, кстати? Ну, почти каждый день. То есть примерно в неделю, по меньшей мере, человек 5 поступает. И есть среди них, которые сознательно пьют технический спирт, зная, что он не пищевой продукт ябл? Да, бывают такие ситуации. Я правильно понимаю, что производителей боя, вот этой настойки бояршника, лосьонов этих, практически невозможно наказать по закону? На бутылочке указано, что это средство не для употребления внутрь. Как его употреблять, тоже указано. Ну или в случае в Иркутске, например, там было что-то, средство для принятия ванн. Ольга, я с вами соглашусь, что в этом вопросе есть серьезная нормативная недоработка. Недостаточно того правового регулирования, которое на сегодня есть. И сейчас это признают на достаточно высоком уровне. Я думаю и уверен, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры для ограничения оборота и доступа на легальный рынок вот этой самопальной продукции. Но есть еще такой момент. Я уверен, что правовое регулирование оборота спиртосодержащей продукции или алкоголя, иными словами, должно основываться на презумпции опасности продукции, не имеющей документов. Сегодня мы имеем дело с другим. Мы, как, допустим, правоохранительные органы, обязаны доказать, что продавец был осведомлен о том, что продукция опасная. Продавец должен быть уверенным, и его, так сказать, умыслом, как у нас выражаются, должно охватываться последствия возможные. Вот тогда он наш, скажем, клиент. Скажите, но то, что состав продукта не соответствует заявленному на этикетке, да хотя бы по формальному признаку, можно привлечь? Но что спирт-то не тот. Это безусловно. Как раз-таки эти обстоятельства и стали основанием для возбуждения уголовного дела в Иркутске. Если там заявлен этиловый спирт, а содержится метиловый, это, конечно же, то нарушение, норм безопасности, который влечет уголовную ответственность. Сегодня много идет разговоров о том, как ситуацию изменить, какие законы нужно принять. Вот что, в частности, говорят наши красноярские депутаты разного уровня. Давайте послушаем. Ну, во-первых, надо прежде всего. Я думаю, что там, где сертифицированные аптеки, там, где такие торговые аптеки крупные, там наверняка все как положено. Ведь сам боярничник, он является и неким таким лекарством. А вот то, что касается каких-то киосков и других видов торговых заведений, где это продают и разливают непонятно где. Конечно, здесь надо и в полиции, прежде всего, навести порядок в этом деле. Надо через аптеки, вот как мы с виноводочными изделиями сделали, и тогда, извините, вот этот контрфакт, он не появится. То есть, если кто-то, да, если через эту систему пропустить, сразу встать, где купил, где употребил, все. А сейчас вещи, это весь Иркутск надо перекопать. Я инициативу, значит, подписываю, мы ее обсудим и отправляем. И я думаю, надо достучаться до Государственной Думы, Совета Федерации, до президента Путина. И решительно, незамедлительно все это надо начинать эту работу. Александр Юрьевич, а кто виноват? Вот вы, как представитель правоохранительных органов, кто виноват? Те, кто производит, но им разрешает закон производить. Те, кто продает, им, опять же, разрешает закон продавать. Те, кто пьет, это их личный выбор, но они не всегда осведомлены о том, какие последствия будут. Или те, кто эту ситуацию допустил? Я считаю, что в данной ситуации не стоит устраивать охоту на ведьм и искать крайнего. Тот, кто допустил содержание в продукции ядовитого вещества, безусловно, должен понести суровое наказание. Но я уверен, еще раз повторяю, ситуацию необходимо корректировать, чтобы не допустить ее впредь. Ну, во-первых, ведь не секрет, что продукция под видом лосьонов, под видом жидкости для ванн, выпускалась в упаковке, которая заведомо создавала привлекательность и иллюзию безопасности для определенных слоев нашего населения. название, подтекст, шрифтом крупным выделено, что процентное содержание этилоу спирта. Это, конечно же, наталкивало на создание своего потребителя. На это почему-то не обращали внимания. Я думаю, что сейчас на это обратят внимание. И второй момент. Я возвращаюсь к той мысли, которую уже обозначил. Нужно четкое понимание понятия незаконного оборота любой спиртосодержащей продукции, будь то этанол, будь то метанол. По аналогии с незаконным оборотом наркотиков, если хотите, а может быть даже с приравнением, скажем, алкоголя в крупном размере к незаконному обороту наркотиков. Ведь Всемирная организация здравоохранения еще в 1975 году признала алкоголь наркотическим веществом. У нас в стране еще академик Бехтерев в 2010-1910 году сказал, что алкоголь – это сильно действующий наркотик. В ГОСТах советских времен алкоголь был тоже признан наркотическим веществом. Сейчас алкоголь – это пищевая продукция. Но ведь не для пищи ее принимают, согласитесь со мной. Андрей, а вы как доктор, что думаете, что может положить конец вот таким массовым отравлением, таким большим трагедиям? Тотальная только работа со всеми иронками сбыта, тотальная работа с просветительской деятельностью, то есть обязательно просвещать население, что может содержаться, что может причинить вред здоровью. Тотальная работа с подрастающим поколением – обязательно. По возможности корректировка законов, потому что цена… А вам как врачу, вот вы каждый день с этим сталкиваетесь, как врачу, как вы считаете, какого закона не хватает? Очень коротко, у нас осталось буквально секунд 40. Я думаю, должна быть изменена именно ценовая политика. Не в нехватке законов дела, лазейки кто-то всегда будет искать. А вот если бы придумали какую-то адекватную цену на хороший алкоголь, я так думаю, люди бы не искали ему замену какую-либо. Ну что ж, спасибо большое. Вот такой был сегодня эфир. Я напомню, у нас в гостях были Александр Растрыгин, первый заместитель руководителя Следственного комитета по краю, и Андрей Петрученя, психиатр-нарколог. Это была программа «После новостей». Всего доброго, увидимся.